Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События среды в репортажах наших респондентов. Спикер парламента республики Александр Иванов в ходе рабочей поездки посетил Зеленчукскую районную больницу. В начале декабря он помог учреждению приобрести лапароскопическую стойку. Врачи оценили работу нового оборудования и рассказали о своих успехах. Подробности у Али Баташева. Вот эта камерная головка и у нее разрешение Full HD. А что она позволяет? Она позволяет, то есть, сам вот этот лапароскоп мы погружаем в брюшную полость и нагнетаем углекислый газ. И, соответственно, за счет вот такой образовавшейся полости мы визуализируем те органы, которые мы хотим оперировать. Лучшая диагностика значительно облегчает процесс операции и сокращает ее продолжительность, говорит хирург Азамат Дагужиев. Теперь для операции достаточно небольшого разреза. Пациент восстанавливается намного быстрее. Допустим, есть традиционные способы. Это когда мы именно операцию, ну, примерно при желчекаменной болезни, делаем большой доступ, большой калечащий разрез. А здесь, как в простонародье говорят, лазером, то есть небольшими проколами и плюс именно ранняя активизация. То есть мы пациента в этот же день поднимаем. При большом желании и при нормальном состоянии мы на третьей-четвертой сутки пациента выписываем. Новое оборудование позволяет успешно лечить желчекаменную болезнь, удалять аппендицит и проводить гинекологические операции. С учетом открытия горнолыжного сезона в Архизе потребность высокотехнологичной медицинской помощи будет возрастать, говорили выступающие. Там надо еще тоже контролировать соблюдение масочного режима на курорте. И вот этот переизбыток этих людей, которые там приезжают, однодневные туристы, он может дать еще более повышенный травматизм. И это будет, скорее всего. Успехов вам, удачи. Спасибо. Чтобы у вас поменьше работы было и хорошего настроения. Всем с наступающим Новым годом. В общем, всего самого наилучшего вам и вашим близким. Лапароскопическая стойка появилась в больнице 8 декабря. За это время на ней провели уже 16 операций. Александр Иванов отметил, что важно уделять внимание вопросам здравоохранения и создавать все условия для качественной работы медиков. Это одна из главных задач для Единой России и руководства республики. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Многие пересматривают свою точку зрения и начинают относиться серьезно к коллективному иммунитету. Преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств Ирина Михайлиди прошла вакцинацию и уже ревакцинацию. Она рассказала о важности прививки от коронавирусной инфекции. По ее словам, в первую очередь люди должны обезопасить не только себя, а также свое окружение. Как говорит Ирина, работая с юными дарованиями, она в первую очередь думает об их безопасности и надеется, что люди прислушаются к словам врачей и примут правильное решение ради коллективного иммунитета. К вакцинации я отношусь очень положительно, я считаю, что это очень важно. Поэтому в апреле я сделала вакцинацию, меня привили спутником ВИИ, и спустя полгода я сделала ревакцинацию. Мы, работая с детьми, сталкиваемся с тем, что очень многие мероприятия ограничены. И я считаю, что чем быстрее наше общество осознает и вакцинируется, больше будет открытых возможностей. Я прислушиваюсь, на мой взгляд, к авторитетному мнению медиков, которые говорят, что эта вакцинация в любом случае поможет перенести в облегченной форме, если даже случится заражение. И надеюсь на нашу медицину, которая шагает ногу со временем и будет в дальнейшем совершенствовать вакцины. В моей семье привиты возрастная мама, которой 80 лет, моя тетя, которой за 70. Я считаю, что этим мы каким-то образом их оградим от возможных осложнений. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 31 652 человека. Из них 27 719 выздоровели, 463 человека госпитализированы. Жители Карачаева-Черкесии наслаждаются настоящей снежной зимой. Морозы крепчают. Каким будет завтрашний день, расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии в отдельных районах снег. Ночью местами очень сильный, измрозь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 13-18. В горах до 23 градусов мороза. Днем 3-8 со знаком минус. И местами до минус 14. На дорогах гололедица и снежный накат. В Черкесии небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов мороза. Днем 5-7 ниже нуля. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Внимание! С 21 по 25 декабря. Распродажа белорусской кожаной обуви для проблемных ног. В городе Черкеск. Улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Представители общественного совета при МВД совместно с партнерами акции представили возможность 34 детишкам приобрести себе понравившуюся зимнюю одежду. На комфортабельном автобусе детей доставили в один из магазинов одежды в Черкесске, где их встречал веселый полицейский Дед Мороз, который принес с собой атмосферу любимого праздника. В рамках мероприятия у детей и подростков была возможность выбрать понравившуюся зимнюю одежду на свой вкус. За оказанное внимание и заботу родители и дети выразили благодарность организаторам мероприятия. С 20 декабря по 10 января во всех подразделениях полиции страны проходит традиционная акция, во время которой стражи порядка посетят детские дома, школы-интернаты детей, коллег погибших при исполнении служебных обязанностей, социально неблагополучные и малообеспеченные семьи. Сегодня в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники управления по работе с личным составом и пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии посетили подшефный дом ребенка в Черкесске. Дети подготовили праздничные стихи. Полицейский дедушка и его внучка Снегурочка уделили каждому ребенку внимание, с интересом послушали стихотворения и вручили именные подарки. Напомним, МВД по Карачаево-Черкесии шествует над домом ребенка с 2008 года. С тех пор каждое структурное подразделение Министерства посещает учреждения. К своим юным друзьям полицейские ездят в гости не с пустыми руками, стараясь максимально обеспечить воспитанников детского дома всем необходимым. Как показывает практика, это влияет на них только положительно. Педагоги отмечают, что для их подопечных очень важны такие теплые встречи. Ведь подарки, общение и хорошее настроение в итоге становятся тем самым, хоть и маленьким, кусочком счастья и добра. А дарив всех подарками, полицейский Дед Мороз и Снегурочка пообещали непременно вернуться в дом ребенка в следующем году. Мероприятие прошло в рамках действующих указаний Роспотребнадзора и основанных на них рекомендациях органа исполнительной власти. В Сири-Чапаевском Прикубанского района прошел завершающий этап межрегионального литературного конкурса, приуроченного 130-й годовщине со дня рождения классика карачаевской литературы философа и поэта Исмаила Унуховича Семенова. Ахмад Халкевичев подробнее. Прикубанского района Его стихи, как птица-феникс, возродили из пепла и парят над лунным миром, покоряя сердца новых поколений. Я думаю, такие поэтические вечера нужно проводить почаще для ребят. Одноклассники, учащиеся седьмого А-класса Эльдар Балачев и Медина Акбаева для совместной конкурсной работы решили поставить пьесу по мотивам стихотворения «Утренний разговор». В сюжете юные актеры раскрыли актуальные вопросы семейных взаимоотношений. Исмаил Семенов был еще и великим философом. Глубокие мысли, которые он раскрывает в своих бессмертных произведениях, обретают еще большую актуальность в нашей современной реальности. В век развитых информационных технологий вопросы глобализации не обошли стороны и сельские территории. В этих условиях сохранить чистоту и глубину литературной речи в среде подрастающего поколения становится весьма сложной задачей. Организаторы уверены, что именно знакомство с творчеством такого величайшего поэта, философа и народного певца, как Семенов Илджерчи, позволит молодежи в полной мере осознать и понять всю глубину и богатство крочаевского языка. Такие вот мероприятия, я думаю, они очень нужны. Они необходимы в школе. Почему? Потому что кроме преподавания языка, надо привить им любовь к языку. Как рассказали организаторы, окончательные итоги конкурса подведут в конце декабря. Ахман Халкечев, Расул Бердеев, Вестикарчаево-Черкесия, Прикубанский район. Черкесск посетила белорусская выставка мужской и женской обуви и верхней одежды из Финляндии. В Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, новые зимние модели порадуют покупателей своим ассортиментом, качеством и ценой. Альбина Куроченова-Кенжева расскажет подробнее. Как только входишь в павильон, покупатели встречают приветливые консультанты, которые помогут в выборе дубленок, кожаных пуховиков и курток финского производства. Также представлена белорусская обувь для проблемных ног. Это высокий подъем, широкое голенище, выступающая косточка. А специальная подошва из полиуретана хорошо амортизирует, тем самым снимая нагрузку с позвоночника. Распродажа обуви белорусской, также финские пуховики, дубленки. То есть вся верхняя одежда представлена финского производства и обувь белорусского. Большой ассортимент размерного ряда также, то есть от 48 до 74 размеры. Это верхняя одежда и обувь от 35 до 49. Производители уверяют, что пуховики не впитывают запах. Специальная мембрана позволяет сохранять тепло, а меховой капюшон или воротник станет роскошным украшением изделия. Консультанты помогают выбрать верхнюю одежду, а также подробно расскажут, из чего выполнена вся обувь, и подберут каждому сапоги или туфли, учитывая предпочтения и пожелания покупателя. На распродаже представлено огромное количество моделей зимней обуви, димсезонной. Ну, к примеру, вот модель классической обуви, зимняя, на замке, натуральная кожа, внутри цегейка, подошва каучук-полиуретан. Она вулканизирована, непромокаемая, не скользящая по душе. Также на распродаже представлены женские модели обуви, сапоги, ботинки, туфли, каблуки на танкетке. Каблук отрегулирован специально на такой высоте, чтобы снимать нагрузку с позвоночника. Также на каждой модели антилетставки, вулканизация, прошивка по периметру. Есть как полусапоги, так и подлиннее. Есть модели на полную икру, на узкую. Белорусская выставка продажи продлится до 25 декабря включительно с 10 утра и до 7 вечера по адресу улица Горького, 8, Центр развития предпринимательства. Приходите за качеством и комфортом. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джагутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. При участии телеканала «Россия» завтра в большой кинопрокат выходит сказочный блокбастер «Последний богатырь-посланник тьмы». Он стал завершающей частью трилогии с приключениями сына Ильи Муромца. Первая часть «Последний богатырь», основанная на материале русских народных сказок и былин, вышла на экраны в 2017 году. По словам генерального директора телеканала «Россия-1» продюсера Антона Золотопольского, просмотр трилогии под Новый год станет настоящей традицией, и каждую часть аудитория ждет с нетерпением. Ну а прямо сейчас приложение детективного сериала «Тайны следствия». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова